Приветствую вас. Вы, конечно, отчасти правы в том, что ответственность ваша частично за то, что происходит. Ну вот, именно с вами, да, именно вот с тем, что вы описываете. Но мне представляется ситуация следующим образом. Первое, что нужно сделать, отделить, в абстрагировании отделить свою ответственность, которая у вас безусловно есть, значит, свою ответственность от ответственности других. То есть, по факту, это достаточно просто сделать. Вот есть я, да, есть я, есть то, чего хочу я и то, что делаю я. Есть вы и то, что делаете вы. И есть то, чего хочу я и то, чего хотите вы. Вот. По факту. Именно по факту. Вот из этого и нужно исходить. На самом деле. Исходить нужно именно из того, что есть ответственность людей, есть ответственность ваших, есть ответственность не ваших, есть то, чего хотите вы, есть то, чего хотят другие. Значит, смотрите, какая история, да, получается. Что нужно сделать. Что нужно сделать. Что нужно сделать. Нужно спросить себя, я вообще, для чего, я вообще, с какой целью вот это всё делаю. То, что делаю. Знаете? Я вообще, зачем это всё делаю? То, что делаю. Для чего? Почему я ориентируюсь на свекровь, на старшую невесту, на то, что мне говорят, там, кто-то о ком-то говорит и так далее. Какое мне до всего этого дело, если у меня есть муж. И у меня есть моя семья. Ваша семья, это муж. И всё. Дети, может быть, если они будут. И всё. Смотрите. Семья мужа, это семья мужа, это не ваша семья. Пожалуйста, учитесь относиться к этому именно так. Семья мужа, есть семья мужа. Это ни в коем случае не ваша семья. Не в коем случае не то, чем вам нужно будет как-то жить, как-то существовать. Понимаете? Но, но, тем не менее, как я понял, есть и существенные проблемы у вас. Есть, например, такая, своего рода зависимость от свекрови. Ну вот, интересный момент, откуда она зависимость у вас взялась. Ну, вряд ли, вряд ли ведь, наверное, на пустом месте именно зависимость. Скорее всего, у этого есть какие-то причины? Я хочу знать, что это за причины такие. Я хочу узнать, почему эти причины стали возможными. Какое вам дело до того, что скажет свекровь? Какое вам дело до того, что она подумает? По какой причине вас это волнует и калычет? Вот. Вы преувеличиваете, это да. Но у того, что вы преувеличиваете, есть причины. То есть вы не просто так преувеличиваете. Вы тревожитесь. У вас есть тревожность. Вопрос в том, вопрос в том, откуда эта тревожность? Вопрос в том, благодаря чему эта тревожность стала возможной? Что за ней, за этой тревожностью скрывается? Вот это вот, пожалуй, и является самым главным. Это, пожалуй, и является самым важным моментом, если мы хотим понять, что с вами происходит. Какие у вас есть трудности с пониманием, например, с пониманием себя? Да. Какие у вас, какие у вас есть трудности с пониманием своего собственного я? Да? И чего вы хотите? Важный ли это момент? Конечно. Конечно важно, если вас так задевает то, что хочет от вас свекровь, если вас так задевает то, что она ведёт себя неадекватно, значит, внутри вас что-то неполно. Внутри вас что-то не так. Внутри вас что-то, что-то находится в дисгармонии. И мне кажется, мне кажется, что вы как минимум достойны того, чтобы придать этому значение, соответствующее значение. То есть, чтобы вы прямо вот чувствовали и знали, что вот меня беспокоит именно это, потому что, потому-то, потому-то, потому-то. Вот. И, соответственно, я могу с этим сделать то-то, 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 то-то. Вот. И делаете. Понимаете? Вот, что является важным здесь. А то, что вы описываете, это вы просто жалуетесь на своих, значит, ну, на своих родственников. Но их не избрали. Их не изменить. Они, вот они такие и всё. Ими ничего не сделать. Но ещё раз повторю. Живёте вы не с ними, а с мужем. Так, так и живите вы своим мужем. Для кого, например, вы готовите еду? Для всех? Или для своего мужа? Если для всех, то с какой стать, если для своего мужа, то какая разница, ээээ, что говорит вам, ээээ, свой кровь, свой кровь. Опять-таки. Понимаете? Какая история. Если вы считаете, что старшая невеста, эээ, плохая, да, если вы считаете, что старшая невеста, там, там, какая-то не такая, а, какая вам разница? Какая вам разница, какая она? По какой причине вы вообще поверили ей, эээ, по поводу того, что она говорила, относительно, эээ, вот, собственно, эээ, ну, своих родных? Ну, вот, эээ, серьезно, вот, какая разница? По какой причине вы поверили ей? В этот момент меня тоже интересует. Если поверили, значит, эээ, вы не уверены в себе. Если вы не уверены в себе, то нужно разбираться в чем вы не уверены в себе. Потому что в вас гармонии нет, и это, к сожалению, правда. Поэтому еще раз. Отграничьте себя и людей, других людей. Ээээ, отграничьте свою ответственность, эээ, значит, от ответственности других людей. И тогда вам тут же станет легче. По итогу нужно пересмотреть, эээ, ваше отношение к семейным ценностям, эээ, по итогу нужно пересмотреть ваши отношения к родственникам мужа. А, знаете, по итогу, по итогу, и определиться с, эээ, приоритетами вашими. То есть вы столько времени, эээ, тратите на переживания по поводу родных мужа, а не, эээ, его, эээ, самого, ээээ, что вы искуете отдалиться от него. И зачем вам тогда вообще эти отношения? Зачем тогда вам это все? Для чего вам это все? Понимаете? То есть приоритет? Приоритет? Нет. А, побольше оставаться наедине и побольше прислушиваться к себе. к своим, эээ, желаниям, к своим, эээ, потребностям и к тому, что для вас вообще, вообще важно. Вот. Мне кажется, что, эээ, в какой-то момент вы просто, эээ, перестали помнить для чего, для чего вы здесь, зачем вы здесь, какой целью вы здесь. Вот так вот мне это, мне это видится. На этом все, я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи! Всем пока! Продолжение следует...